Я слоник маленький. Я слоник маленький. Все встречают маму. Помощники мои. Так приятно, когда есть мужики, которые встречают мать и уже таскают пакеты. Лёвка, ты молодец. Вышли с моей доченькой прогуляться. Идёт такая деловая, зевает. На улице как-то прохладно. Марина молодая, энергичная, красивая. Мама пятерых детей. И всё вроде бы хорошо. Но отражение в зеркале не даёт забыть тот день, когда они с мужем Евгением возвращались с корпоратива. И тут он внезапно лишил её правого глаза, части уха и продолжил бы, и не остановился. Чудо, что Марина вообще спаслась. Евгения посадили. Но год назад он таинственным образом исчез. Руки покажи. Лёва, что с ручками? Лёва, ты Шрек? Нет, я Лёва. Я Лёва. Они прожили 16 лет вместе. Такие пары обычно называют образцовая семья. Четыре сыночка и лапочка-дочка. Евгений ужасно заботливый. Любит возиться с детьми. Это он и мечтал о многодетной семье. Внезапно прекрасный муж и отец, человек, с которым прожиты годы и пройдено много житейских испытаний, что называется съеден пуд соли, он внезапно превратился в садиста и зверя. Это произошло в Краснодаре. Были майские праздники. Марина с коллегами отмечала их за городом. В станице Елизаветинская у нас у руководителя дом свой. И он пригласил нас всех посидеть. У него дома шашлык, там все дела. И, естественно, его тоже пригласили на корпоратив. На тот момент он подрабатывал в Яндекс.Такси водителем. Арендовал машину и работал в такси. Он присоединился к нам немножечко позже. Приехал на машине, то есть он не пил. Ну, вообще, в принципе, там никто не пил. У нас были такие культурные мероприятия, настольные игры. Он играл в шахматы с моим руководителем, директором, потому что он очень любит шахматы. Жарили шашлыки, стреляли из лука. То есть, ну, вот все вот так вот очень было культурно. Время провели отлично. Но когда вот собирались, это было 10 часов вечера, мы посадили в нашу машину, в его машину служебную, еще троих коллег. По дороге я не увидела никакого напряжения. Я болтала с коллегами. Мы обсуждали, как мы посидели. Я говорю, вообще, мне очень все понравилось, все было здорово. Коллеги меня поддержали. Я поворачиваюсь к нему, говорю, тебе понравилось, что ты молчишь? Тебе понравилось? Я говорю, мне вот, например, очень понравилось. Он говорит, ну, я и вижу, тебе понравилось. Так что там ржала громче всех. Двух девочек высадили, там, где им нужно было. Парня повезли чуть подальше. Высадили. И все, выехали уже на Ейское шоссе. До дома оставалось 5-7 минут. И тут он останавливается на Ейском, прям на шоссе. Останавливается. Я подумала, что он там хочет, может быть, выйти покурить. Он не курил в машине. А он резко... Я даже не ожидала такого человека. Он большой, не толстый, не жирный, но он такой большой, выше меня. Он перепрыгнул просто со своего водительского места, на меня залез, вот прям на меня залез, сел и прижал меня вот так вот к спинке кресла. И он сразу тут же вставил свои большие пальцы мне в глаза. Я, естественно, кричала, но он не зафиксировал вот так вот голову, держал, я не могла не повернуться, ничего, я могла только кричать. А он в этот момент говорил, ты позор семьи, я тебя просил прекратить это делать, ты меня опозорила, ты на корпоративе вела себя, как там, ну, всеми словами. Он вдавил мне большие пальцы, вставил вот так в глаза, начал давить, у меня сразу протекла кровь, естественно, из глаз, потому что это было не просто там нажатие, он мне в глазницы прям пальцы вставил. Я кричала, он говорил, что типа ты позор семьи, ты меня опозорила, ты сколько это можно, я тебе сейчас уйду здесь, и сам поеду разошусь. Я кричала, там, отпусти, у нас дети, что ты делаешь. Больше года до этого ужасного дня Евгений просто изводил Марину ревностью, безумной, патологической, со странными фантазиями. Вину на других. Ты всегда перекладываешь свою вину на других. Не один мужик тебе не откажет. И ты считаешь, что и я такой же, что все мужики такие. Если ему хорошо подлезть, к нему облизать, и он один на все, все перечеркнет, и один хрен залезет. Твое понятие, что тебя уже на двоих, на троих поперло, потянуло. Да ты вообще... Чего ты говоришь? Так, ну и что ты там? Пока мама отвлеталась. Я поскидывала корзинку. Доча, мы не за этим пришли вообще-то. Как-то странно себя вести Евгений начал после того, как в семье произошло вроде бы очень счастливое и очень долгожданное событие. Марина и Евгений узнали, что у них будет дочь. Они об этом давным-давно мечтали. Нет, конечно, четыре сына, это прекрасно. Но хотелось еще и девочку. Когда мне на УЗИ подтвердили, уже там распечатали все доказательства, что это точно дочка, я была неимоверно рада. Я была счастлива. А вот у него появилась мысль откуда девочка, если четыре мальчика. Ну откуда она могла взяться? Он не понимал, откуда она могла взяться. Он озвучил свои мысли, что скорее всего я ее нагуляла. Вот для меня это был вообще дикий шок, ужас вообще. Я ей говорила, ну ты что, в общем-то взрослый мужчина образованный, да? Что тут вообще можно объяснять? Что значит четыре мальчика не может родиться девочка? Ну а в общем вот у него вот эта мысль какая-то засела, что я девочку-то и нагуляла ему. Это уже была середина беременности, сколько там, больше двадцати недель. С того момента у нас начались с ним проблемы. Он начал меня донимать, что я ему изменяю. Мне было это жутко обидно, я была очень расстроена. Это началось более в агрессивной форме. То есть он начал меня оскорблять, обзывать, что я гулящая. Скандалы все были там сложнее, громче, затяжные. Я там, может быть, расплачусь, уйду, попереживаю. На следующий день он как ни в чем не бывало себя ведет. Он говорил, да все, я понял, там, прости, я не знаю, откуда у меня эти мысли. Что-то происходит непонятное со мной, вроде как, я не виноват, что такое происходит. Я знаю, что ты мне не изменяла. Ну, то есть вот эти вот эмоциональные качели. И дальше стало хуже. Дальше стало вообще отвратительно. Он говорил мне гадости, обзывал меня, там, показывал мальчишкам, говорил уже мальчишкам, что мама там гуляет каждый день с какими-то мужиками. У нас сначала там скандал, потом там извиняется, просит прощения, говорит, что там, не знает, что он на него нашло. Мы по скандалям, да, затишье месяц. Далее по скандалям и затишье неделю. То есть вот эти интервалы сокращались, когда он там был в адекватном состоянии. Потом это уже все началось вот практически каждый день. Потом я родила Еву. Он не забрал меня с роддома. Он сделал вид, что он работает там на фуре. Он тогда уже устроился на фуре работать. Он сделал вид, что он новороссийский и не смог приехать. А вот меня забирали знакомые с роддома. Мне было уже все равно, потому что он тоже был в таком состоянии. Он доводил меня очень сильно. Секунду. Марина, расскажите, как далеко зашел в своих подозрениях, что по секрету тайком сделал экспертизу ДНК его ребенок Ева? Да, там было не только экспертиза ДНК. Там было уже, знаете, настолько сумасшедство. Вот для меня, если честно, это было каким-то оскорблением, что человек сделал ДНК-тест в тайне от меня. Как вообще вы об этом узнали? Что это за тест? Как вы поняли, что он это сделал? У нас был стационарный компьютер, на нем была его почта, которая была открыта. И я увидела входящее письмо от лаборатории какой-то. Вы меня простите, потому что тут природа мухи. Иногда буду махать руками. Да ну нормально, машите. Я открыла это письмо, а там были результаты теста ДНК на дочку, на Еву. Я очень расстроилась тогда, да, обиделась. Ну, выдохнула. Я думала, он меня больше не будет донимать, потому что вот, ну, сто процентов убедился, что дочка его. Доказательств того, что она была копия его, было мало, понимаете. Ну, вот. Поэтому я подумала, ладно, окей. Я ему высказала, я сказала, что мне это неприятно. Он сказал, ну, все, я теперь знаю, что эта дочка точно моя, все-все теперь хорошо. Ну, я усыпил мою бдительность. На самом деле, он уже был на тот момент в таком состоянии, видимо, что не мог остановиться. Дочка моя, значит, кого-то другого нагуляла. Ну, сто процентов кто-то не мой, потому что вот показывают факты. А факты, он фактами называл все время такие моменты. Вот, допустим, у нас была собака большая, Аки Таину. Пойдет с ней утром гулять, куда-то там за три улицы уйдет, а там валяются салфетки влажные. Это значит, сто процентов я там была с мужиками ночью, понимаете? Либо там кружка стоит на столе внизу, на кухне. Это значит, мужики ночью приходили чай пить. Либо, там, допустим, конфет стало меньше в Азии. Там, то, что дома дети его не интересуют. Это значит, мужики съели, приходили, понимаете? Либо там коляска стоит на первом этаже, рядом стул, значит, я Еву в коляске качала, сама с тремя мужиками на стуле. Причем в его фантазиях вот этих все время я участвовала в каких-то оргиях. То есть, вы когда говорите с мужиками, вы это не для красного словца говорите, а это именно он буквально считал, что мужчин много? Да, в его фантазиях я всегда была, там, занималась с мужчинами, с многочисленными мужчинами одновременно. Да, это для него были факты. Вообще не смешно, если он, то есть, это какая-то патологическая история, очевидно, уже. Да, мне это было всегда страшно слышать, потому что я понимала, что у человека с головой проблемы. Как-то вышла на балкон развешивать белье на сушке и увидела у нас автоматические ворота, увидела какой-то огонек вверху, синий. И я поняла, что он установил камеру. Я думаю, ну, слава богу, ну, может быть, теперь он поймет, что я по ночам никуда не выхожу и, в принципе, я никуда не выхожу. То есть, все вот доказательства, да, он подключался к моему WhatsApp, то есть, он видел все сообщения, которые мне приходят. Он все время его открывал, читал, искал какую-то информацию. Ничего, естественно, не находил. Но, тем не менее, вот эти вот факты, как салфетки, кружка, коляска, для него это были стопроцентным доказательством, что я ему изменяла. И вот через год и два месяца после рождения дочки Евгений останавливает машину прямо на трассе и превращается в зверя. Он буквально выдавливает Марине глаза. У него одно желание сначала изуродовать жертву, а потом лишить ее жизни. В какой-то момент он вытащил свои пальцы из глаз, сел обратно на свое сидение. Я уже была ослеплена, у меня было все в крови, я все время пыталась нащупать ручку двери, чтобы выпасть из машины. В какой-то момент мне это удалось, ну, он меня еще перед этим несколько раз ударил пулаком, когда убрал пальцы в лицо. В какой-то момент мне удалось нащупать ручку, я открыла дверь и начала выпадать, он меня схватил за волосы, затащил обратно в салон, я схватилась за стойку машины, тогда он перегнулся и начал дверью стучать по моим пальцам, отбил мне пальцы, мне пришлось отпустить, затащил меня в салон, и в этот момент он откусил мне ухо, и опять как-то перегнулся, опять вставил свои пальцы мне в глаза. И вот в тот момент я почувствовала, как он правый глаз просто пальцем вытаскивает наружу, то есть он мне его вырвал полностью, левый глаз он мне вдавил вовнутрь, а правый глаз он мне вырвал и он у меня висел на щеке. На тот момент я была естественно ослеплена, я ничего не видела, я ничего не слышала, потому что у меня с левой стороны оторвано ухо, я не слышала ничего, ну я, мне надо было, у меня одна мысль была выбраться из машины, я все время пыталась нащупать ручку, чтобы выпасть из машины. Был дождь, трасса была в том месте плохо освещенная, машина стояла на аварийке, он включил аварийку и проезжала машина, Яндекс тоже такси, водитель увидел, что машина на аварийке, тоже как бы такси, решил спросить у коллеги, что случилось. Припарковался чуть впереди нашей машины, подошел к водительскому окну, постучался и спросил, что случилось, все в порядке? Я не слышала, у меня с этой стороны было оторвано ухо, я не видела, соответственно, да, я этот момент не слышала, не видела. Познакомились, когда еще жили в Омске, Марина навещала маму в больнице, а там у соседки по палате оказался вроде как прекрасный сын, неженатый, долго жил за границей, в Германии, умный, хороший, порядочный, так нахваливала его мама. У нее созрел такой план познакомить меня со своим вот единственным сыном Евгением. Ну вот так и случилась в принципе наша встреча первая. Потом он начал подстраивать свое время, чтобы мы с ним виделись в больнице, предлагать меня довезти, и потом позвал на встречу, в общем, достаточно быстро закрутились у нас отношения. Он, во-первых, на 12 лет меня старше был. А вам сколько было лет? Мне было 21, по-моему, ему на 12 лет старше, ну, соответственно, 33. Он был заботливый, он был внимательный, он был старше меня, он был привлекательный, очень умный, эрудированный, с ним можно было обсудить вообще абсолютно любую тему. А как это проявлялось, проявлялась забота и ум заодно? Ну, во всем. То есть он там спрашивал какие-то мои текущие проблемы, помогал мне их решать. Ну, я такая все время вообще, в принципе, с детства была такая самостоятельная и независимая. Для меня это было там сложно принимать, что какой-то мужчина пытается обо мне заботиться и пытается там помочь. Вот. Я к этому долго привыкала, но, тем не менее, там, плюсик ему, да, галочку поставила. Мы с ним начали встречаться, я не помню, в каком месяце, ну, где-то зимой, да, и уже буквально через три месяца мы уже планировали там семью, будущих детей. А чем он занимался? Ну, это же тоже такой момент, вы, в принципе, сразу выясняете, вот человек, что он делает, насколько он стоит на ногах? Ну, мне было 21 год, я тогда, для меня это не было настолько важно, понимаете, но для меня была ценность отношения человека. Он тогда приехал, прилетел только с Германии, он жил до этого в Германии лет 10, по-моему. Вот, и у него был какой-то бракоразводный процесс, то есть он уже был не на стадии развода, там, какие-то суды у него были, я пыталась выяснить, он как-то вкратце мне сказал, что с женой, с супругой бывший поссорился, в момент ссоры она там схватила его за что-то, непонятно, за что он ударил ее по руке, а в руке трещина или перелом, ну, то есть, вот он мне это все обставил с такой стороны, что он там не виноват, естественно, это абсолютная случайность, но вот она пошла дальше, вызвала полицию, подала в суд, и, в общем, у него там два года условно, или два с половиной им присудили в Германии, но это было все описано так, как будто, ну, действительно не виноват ни в чем, жена какая-то там истеричная, дама попалась, и вот он приехал к маме, и там завершать какие-то свои дела, и опять должен был уехать в Германию, естественно, он был без работы, но при этом там купил новую машину, то есть, у него тогда были деньги, потом он устроился на работу, чуть попозже, но устроился на работу такую, охрана, по-моему, где-то на каком-то предприятии, ТЭЦ, и там проработал достаточно долго, плюс он, у него руки на месте, он все сам делает, по ремонту дома, все время делал все сам, поэтому и брал вот такие подработки, да, то есть, как мастер на час, либо там что-то в ванну кому-то сделать, либо, ну, то есть, занимался ремонтами. А вы? Ваш 21 год? Я работала, вот на тот момент, когда мы с ним познакомились, я работала, сфера обслуживания, ресторан. Сначала была официантка, потом администратор. На самом деле, вот единственный вот такой звоночек был, который был мне неприятен, он был против моей работы, то есть, он считал, что официанты, это что-то такое не очень хорошее, и поэтому у нас с ним были разногласия, разногласия не такие прям до скандалов. Ага, у меня тоже как раз был вопрос, вроде как администратор в ресторане, имея в виду, что мы знаем про Евгения дальше, наверное, вряд ли ему нравилась эта работа, да, ну и вот, да, вы предвосхитили вас. Сейчас я понимаю, что это была не забота, это был тотальный контроль, это была манипуляция какая-то, это я сейчас понимаю, тогда мне было 21 год, я этого не понимала, я думала, что человек обо мне заботится, понимаете, то есть, это не было в агрессивной форме никогда, это было всегда в плане, как обсуждения какого-то. Потом я забеременела старшим сыном, поэтому, соответственно, я уже и перестала работать, вот, и все, и потом начала рожать. Вот еще, кстати, звоночек был, да, он, когда мы говорили, обсуждали там, что мы хотим иметь детей, что мы хотим иметь семью, он мне все время говорил, я хочу пятерых детей. Я, конечно, думала, что он немножко ку-ку в этом плане. А почему вы думаете, он хотел пятерых детей? Ну, например, вот, просто на чем это основано было, это желание? Например, вот я не хочу пятерых детей, что у меня двое, а мне вот так. А зачем ему пятеро детей было? Я думаю, что, знаете, тут какие факторы повлияли ему, было на тот момент 33-34 года, у него не было детей вообще, в принципе. Я думаю, что уже человек созрел, да, к моменту, когда он хочет детей, и в принципе он очень любит детей. Он всегда был заботливым отцом, то есть он всегда занимался своими детьми, он всегда их там возил на рыбалку куда-то, все время что-то придумывал, куда-то там на поле футбольное. Ну, то есть он проводил время со своими детьми, всегда с мальчишками. Чем связано, что именно пять, я не знаю. Ну, вот, как-то пять. Но я не засыкливалась на этом. Он мне не говорил каждый день, я хочу тебе пять детей. Не было такого. Евгений рассказывал Марине, что окончил танковое училище и в прошлом работал следователем. Но что-то там произошло, что-то пошло не так, и из органов его уволили. А потом он уехал в Германию. Каких-то карьерных амбиций Марина за мужем не замечала. Он работал в охране, брал частные заказы, в общем, деньги, пусть и небольшие, но зарабатывал. Марину все устраивало, и жили они, вроде бы, душа в душу. Мы поссорились, там, через полчаса мы там обсудили, помирились. Когда меня не называл по имени, он все время ласковыми словами, даже там, при чужих людях, да, если мы идем на какое-то мероприятие, он был крайне, там, заботливым и внимательным. Он все внимание уделял мне, там, ухаживал за мной. Ну, то есть, и все говорили, что у нас очень такая образцовая семья, да, что видят его ко мне отношения, как он надо мной трясется, как он меня любит. То есть, у нас была крепкая, дружная семья. Дальше родился еще сын, еще, и так, четыре сына. Из холодного Омска они переехали в Краснодар, купили там дом, недалеко же от моря. И вот такая для всех идеальная семья ждет рождения желанной дочки. Но Евгений меняется. И заботливый муж превращается в совсем незнакомого человека, злобного, мстительного и патологически ревнивого. Как кусок мяса вся ведешь, зачем до такого опускаться? Ну, зачем? Ты жить, ты отсюда уезжать собралась или как? Или будешь жить здесь в этом деревне? Потому что у тебя все мужики, после того, как ты все попробовал работой официанткой. Все мужики, блядь, и всех, любого можно под себя положить. Все, у тебя вот это понятие в голове отложилось, и у тебя шиза в голове из-за этого. Ты вот этой хи***ю и занимаешься по жизни. охотников охотников ищешь. Зачем? На мясо. Что значит? Зачем? Удовольство получаешь. Одному мстишь, другим кайфуешь. Ну, это все... А зачем мне тебя мстить? За что? Это все тебе вылезет боком. А за что мне тебя мстить? Это все тебе боком. За что? Да, за что мстить? Я тебя там бил, я тебя там унижал, я тебя всю жизнь там все х***о было. Сначала дикая ревность мужа проявлялась только на словах. Оскорбление, смакование каких-то мерзких подробностей, несуществующих измен. Со временем все становилось только хуже. Так, и что вы решили? То есть, походу, что патология просто заняла все место в голове у человека. Да, я понимала, что это не прекратится, но я уже там была готова к разводу, но в январе 2019 года во дворе нашего дома я находилась. В тот момент было, никаких таких острых моментов в наших отношениях не было, это был как раз период затишья какого-то, да. Я была во дворе, и он вышел и начал меня просто бить. Он схватил меня за горло, придушил, бил головой об стену дома. Я вырвалась, побежала, он меня пнул, схватил за волосы, я прибежала на задний наш двор, у нас там крыльцо бетонное, и в какой-то момент я подумала, что он может разбить мою голову просто вот от ступеньки, потому что он меня так схватил за волосы. Вот я сопротивлялась, он меня ударил кулаком в лицо, я убежала, он меня пнул, сзади догнал, и при этом он говорил, ты позор семьи, сколько раз тебе говорить, прекращай это делать, прекращай там мне изменять, прекращать, позорить нашу семью, у тебя дети. Ну, то есть, вот это вот все опять началось. Вот в тот момент я поняла, что человек опасен. Я поняла вот в тот момент, когда он меня схватил за горло, да, и бил моей головой об стену, у него были страшные какие-то вообще стеклянные глаза у наркомана какого-то. Я вызвала полицию, приехали, наряд приехал, мы сели за стол, начали разговаривать, и мне тогда сказали, ну, вроде как, если дадим там, ход к этому делу, то это будет просто штраф, административный с вашего бюджета. С нашего бюджета это на тот момент, понятно, что с моего бюджета, потому что зарабатывала на тот момент деньги я. Я сейчас объясню, как я зарабатывала. А из-за того, что Ева была маленькая, и я тогда не могла устроиться на работу, я начала вязать игрушки из плюшевой там пряжи, да, сделала страничку в Инстаграм, и вот начала на заказ вязать игрушки. Я тогда поняла, что это вроде как, да, из моего будет бюджета в итоге этот штраф. А он какую-то чушь там нес, говорил, что да, она пьяная, она пришла от подружки, ну, какую-то ерунду. Мне кажется, тогда вот дяденьки, которые приехали, все поняли и сказали, что ничего ему не будет, просто будет вам штраф, вот и все. Ладно, но тогда я начала думать, как мне выходить из этой всей сложной ситуации. я начала обзванивать всевозможные там горячие линии, там психиатрические клиники, я начала искать помощи. В итоге каким-то образом я личный телефон нашла заведующего психиатрической городской больницы, кто-то мне его дал. Он сказал, что состояние вашего мужа очень опасное для вас. И всеми правдами и неправдами у меня получилось привести его на консультацию в эту психиатрическую больницу. У вас есть факты, которые подтверждают действительно измену жирного? Железные. Железные? Да. Видеосъемка? Или зашел и с кем-то ее застал? Ну, или там застал с мужчинами, вот такие факты есть у меня. Ну, вот это обязательно? Или женщина может без этого эти факты подкидывать? Подкидывать? Ну, да. Допустим, я с ней 4-5 месяцев жил не мог на работу никуда, потому что только я отъезжаю, она начинает всяких мужиков туда приплетать. Вот там то, приезжаю, простынь поменена, там описали дети, обкакали. Вы подозреваете, что прямо вот жена во всех случаях могла изменять? Ну, во всех, не во всех. Но то же самое, что я бы там, допустим, пришел с поцарапанной спиной и сказал, да я там на работе зацепился в машину, как бы она себя провела. Она приходит с синяками вот в этих местах. Ну, во-первых, я никуда не ухожу. Ну, у меня просто маленькие малыши, один из них дерется, кидает в дружки. Если у тебя синяки были, то есть от большого пальца. Я, что за синяк откуда? Да там ударилась, да там, да там все. То есть это факт из меня. То есть, потом будешь уже оправдываться. В том, ну, в половом отношении. Но мужчина, я думаю, не проживший с женой со своей 15 лет может определить. Были у нее до тебя, кто-то на круг. То есть, физиологически, вы считаете, нельзя определить? Не знаю. Вот так, как нужно определить. Ну, это у вас очень сложная проблема. Конечно, семья из-за этого точно может рухнуть. Заведующий с ним побеседовал буквально 10 минут и сказал, что у вас обостренное чувство патологической ревности и это может привести к беде. Вам нужно пролечиться. Либо там это анонимная терапия, либо вы ложитесь к нам в больницу. Он не поверил заведующему. Заведующий это увидел и говорит, слушайте, ну, если вы мне не верите, давайте я вас отправлю к другому специалисту. Он не захотел, мы вышли из этой больницы, я уже была в отчаянии, я понимала, что мы ни к чему не пришли, нам не помогли. Я начала его просить, говорю, ну, давай сходим, сказал, зайдите в этот кабинет, пойдем еще раз сходим. Уговорила, мы вернулись в больницу, там была психиатр, женщина, она его послушала. Вам повод, она вам изменяла, или с чего вы решили, что вот она дает повод, в чем этот повод заключается? Ну, вообще не с другими мужчинами, там, как себя ведет в поведении. И как она себя ведет в поведении? Ну, что там делать? Кидается на шею, сидит на руках, обнимается, целуется, в чем проявляется? Ну, да, она... Мне вот ваши навыки, и пришли в психиатру, мне четко рассказывают, мне значение никого не держу, потому что я догадываться ни о чем не буду. Вот что не так, расскажите. Сидит жена, говорите. Вижу, прям подошла, обнималась, целовалась, я ее за это побил. Я это пойму. А если не так, то расскажите, как? Что-то я должна узнать. Пока о том, что вы мне сказали, ничего я не понимаю, не вижу. Или все у вас хорошо, жена просто придирается, и она больше не права? Как вы вот это себе принимаете? Понимаете? Я просто-напросто не могу снижить, потому что она все время мне подкидывает какие-то вещи такие. Где-то там мужчина на нее посмотрел, где-то там еще что-то. То есть, ну, кошмарик конкретно. Мужчина посмотрел, мы не живем в пустыне. У нас, вот, вы идете, вы смотрите, посмотрите, так же, как любой человек. Ну, давайте я расскажу, он что-то не хочет рассказывать. Но, я уже видела по его состоянию, он был скептически настроен, и в итоге, естественно, он вышел и сказал, все бабы заодно, она просто там поддерживает тебя. Вот и все. Вот. Но та тоже сказала психиатр, что у него приступ патологической ревности затяжной, достаточно уже давно, и это может как-то вылиться в какую-то беду. Но вы же знаете, лечение в психиатрической больнице это дело добровольное. А Евгений этого категорически не хотел. Он работал водителем, а людям, которые состоят на учете в психдиспансере, за руль нельзя. Единственное, что посоветовали Марине в больнице, вызывать скорую с психиатром, если муж снова будет вести себя неадекватно. Три таких вызова и можно подавать в суд на принудительное лечение. А я вот скрывала ото всех, от своих близких, друзей, подруг, я скрывала то, что происходит. Мне было очень стыдно, потому что нас считали всегда образцовой семьей, на которую пытались даже равняться, и подруга у меня узнала не от меня о том, что происходит, а от него. Потому что он ей позвонил и начал говорить про меня какие-то жуткие гадости. Потому что он уже начал подозревать, что я и с мужем подруги сплю. И вот он начал ей это все преподносить, и она мне перезвонила в ужасе и говорит, что происходит, но у него явно проблемы с головой. Он ей говорил такие какие-то вещи ужасные, пошлые, некрасивые, неприятные, которые вообще в принципе человек не может озвучить другому. Я-то всю жизнь прожил удовлетворенный во всех отношениях, а вот ты со мной желание удовлетворенный, поэтому на стороне искал удовлетворение. и ты вот реально говоришь такие вещи, ты в них веришь. Тебе в них веришь, Жень, ты в них веришь, это же вообще веришь, не веришь. Это не проблемы на физическом уровне, у тебя реально психическое заболевание. Ой, половой заболевание. Дайди уже себе монстра, который будет. Тебе одного мало будет, тебе надо, ты уже все попробовал, тебе, я только трое удовлетворил. Вот я. Там записываешь? Да, записываю, не переживай. Молодец. Говорит, Марина, у него проблемы с головой, тебе надо что-то решать. Я это все рассказала, что у нас происходит, она в шоке, и говорит, давай мы обратимся в кризисный центр помощи женщинам в Краснодаре. В центре Марину отправили к психологу Алексею, но его советы заставили Марину усомниться, что перед ней специалист. Вот, Алексей, психолог, меня выслушал и сказал, ну вы знаете, вот на самом деле, ну добьетесь вы вот этого, да, что его принудительно положат в психиатрическую клинику на лечение, вот он будет там вот сидеть, вот так вот раскачиваться, вот тут вот у него будет слюна висеть, полгода полечится, а потом же он выйдет, выйдет и не простит вам никогда и убьет вас всех сразу. Я вот на него смотрю и говорю, ну тогда помогите найти другое решение, да, то есть, ну что вы предлагаете, вот, ну мне бы хотелось услышать от, услышать от вас какой-то план, я не знаю, я понимаю, что мои дети в опасности, я в опасности. Он подумал, подумал, говорит, лавируйте. Ну я вот, если честно, вот тогда прям что-то там со стула у меня упала, я говорю, что простите? Он говорит, ну лавируйте, вот когда он начинает вот какие-то свои вот эти вот закидоны, как он назвал, а вы вот уходите от ответа, вот так, лавируйте. В общем, Алексей сказал лавировать, вот лавировала, лавировала, да и не вылавировала. Польза от центра все-таки была, но не психологическая, а юридическая. Там Марине помогли составить иск на развод, учитывая сложные обстоятельства, пятеро детей, общее имущество. Я подготовила иски о разводе. И, видимо, мой бывший муж увидел эти иски о разводе, по-моему, я их распечатала, уже планировала поехать в суд, ну вот он, видимо, увидел этот комплект документов, и отношение у него поменялось ко мне абсолютно. Другое стало отношение, он стал опять добрым, заботливым, любящим отцом и мужем, чем, как бы, усупил мою бдительность. О том, что Марина очень серьезно настроена на развод, Евгений узнал в январе. И вот до самого мая, до майских праздников он вел себя тихо, очень хорошо, снова стал тем самым идеальным мужем и отцом. Марина вышла на новую работу, очень хорошую, с приличной зарплатой. В феврале я устроилась на работу, вот, веб-студию. Я, естественно, сразу его привела в нашу компанию, в свою, где я работаю, познакомилась со всем руководством. Компания была молодая, и руководители там были лет на 11-12, меня младше. И руководители семейные, у одного руководителя жена была в положении. Секунду, вы его привели, чтобы он посмотрел и понял, что ни с кем тут спать вы не сможете? Именно вот из этих, да, соображений, чтобы он не волновался, я его решила со всеми познакомить. Он привозил меня на работу, поднимался в офис, пил кофе, то есть, общался там с руководителями, ну, был вхож в наш, в этот круг общения, да, в общем, вроде как, был период затишья. Ну, это было, опять же, какой-то его хитрый, видимо, план. И вот на майские праздники коллеги как раз и собрались на тот самый корпоратив, после которого Евгений обезумел и решил расправиться с Мариной. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу в истории и я вам скажу, что вот ровно такие сообщения я записываю для наших подписчиков в Телеграм-канале, где я рассказываю вообще, наверное, практически все, как идут дела со съемками видео, как идут дела у наших героев, как идут дела у меня, а также как идут дела у вас. Вот это все у меня в Телеграм-канале. Идите по ссылке и подпишитесь. Телеграм-канал у меня называется «Погребежская без сахара». Это воплощение моей давней мечты. Мне даже хотелось так канал назвать, потому что, не знаю, помните вы или нет, раньше мы снимали видео, приходя в гости к героям. Заходишь к ним, говоришь, есть у вас кофе? Они говорят, да. А я говорю, а мне без сахара. Мне хотелось так назвать канал. Но меня отговорили друзья, поэтому теперь «Погребежская без сахара» называется наш Телеграм-канал. Переходите строго по ссылке, а не по поиску, а то напоритесь на вошенника. По показаниям Михаила, свидетеля, он немножко приспустил окно, приоткрыл и сказал, да, все в порядке, все нормально, у меня все хорошо. И все, и Михаил развернулся и ушел. И когда он шел к своей машине, он захотел прикурить сигарету и отвернулся от дождя спрятаться. И в этот момент я открыла дверь, мне удалось открыть дверь, в салоне зажегся свет, и Михаил увидел меня окровавленную. Вот, он все бросил, побежал к машине, начал кричать там, что случилось, что происходит. Я выпала из машины, я понимала, что я, если пойду прямо по дороге, он мне просто переедет и все. Поэтому я нащупала этот парапет, это была трасса парапета, и попыталась перелезть через него. Мой бывший муж в машине по газам и уехал. Михаил подбежал ко мне, как он говорил в показаниях, что я не пыталась перелезть. Я забилась под этот парапет, туда вниз, на землю, и пыталась там как-то пролезть. Вот, он меня оттуда вытащил, а я вцепилась в него и просила телефон. Мне нужно было позвонить, предупредить маму, детей. Я боялась, что он поехал что-то делать с детьми, потому что, ну, я понимала, что раньше угрозы были, и я понимала, что он может поехать и причинить вред моим детям и маме. Я вцепилась в него и кричала, дайте мне телефон. А он мне говорил, какой тебе телефон, у тебя глаз на щеке висит. Я говорю, мне пофиг, что у меня висит, мне дайте телефон, мне нужно позвонить, предупредить, у меня дети маленькие. В общем, Михаил так и не дал мне почему-то телефон, вызвал скорую, вызвал полицию. Говорит, минут 40 мы ждали, я не помню этого времени. Он говорит, что проезжала ДПС, остановились, спрашивали, что случилось. Михаил рассказал, ДПС уехали, сказали, ждите всех служить. Молодцы вообще. Ну да. Ну вот, я этого не помню, если честно, Михаил сказал, что достаточно долго мы ждали скорую, и они там что-то нас найти еще не могли на этой трассе. Я помню, что приехала скорая, меня загрузили в скорую, пытались как-то чем-то помочь. А я все время говорила, дайте, пожалуйста, телефон. Мне дали телефон, но я не смогла вспомнить ни одного номера телефона. То есть у меня память вообще заблокировала все, хотя я все номера телефонов знаю наизусть. Я не смогла вспомнить, у меня тогда началась истерика, меня начало трясти, и я додумалась, что нужно позвонить в полицию и попросить их отправить наряд по адресу. Мы это сделали. В общем, домой кто-то приезжал, его там не было. Меня привезли в больницу, и часа два я сидела, вот у меня висел глаз на щеке, и я часа два сидела просто вот с этим глазом. Потом приехал следователь и сказал, что он признательные показания пишет. То есть он приехал на Ростовское шоссе к своему там какому-то другу, вызвал оттуда себе полицию. Ну, в общем, он дает признательные показания. Я говорю, ну, то есть не разбился, ничего с ним не случилось. Он говорит, нет, такие себя очень любят, вряд ли бы он поехал разбиваться. Тут надо вернуться еще немного в начало истории. Почему же Евгений из примерного отца стал таким патологическим ревнивцем? Что стало триггером? Возможно, здесь сыграла роль женщина. Ну, как и положено, ищите женщину. Его прошлая любовь. Я узнала, что он общается со своей, я не знаю, это была его первая любовь, Оксана с Барнаула. Они с ней как-то там что-то встречались, потом у них не сложилось. Он вот женился, уехал в Германию, и она, я так понимаю, все время присутствовала в его жизни. То она там в алкогольном опьянении позвонит, то мне, то ему, то она мне каких-то гадостей наговорит, что я там рожаю, рожаю ему и держу его детьми. А потом я узнала, что они с ней общаются по ватсапу, я посмотрела в телефоне общение их продолжалось там достаточно долго, и они разговаривали там за один раз могли часов 4-5 проговорить. А где вы все это время были, когда он с ней по 5 часов говорил? Ну, он уезжал таксовать, работал в такси, видимо, вот в перерывах между заказами такие перерывы долгие были. Так, так, странно. Ну, я узнала, что он с ней общается, а потом я была свидетелем его разговора, то есть у меня в спальне было окно открыто, а он разговаривал на улице под окном, буквально вот тут, во дворе нашего дома. Он там, по-моему, на громкой связи, что ли, разговаривал. Я услышала какой-то странный разговор, если честно. Оксана сходила в своем Барнауле, в Налтае, где-то какой-то бабушке, видящей. Эта гадалка сказала, что жена-то точно изменяет, понимаете? И я поняла, откуда ноги растут, вот про эти измены. Это ему Оксана все рассказывала, якобы она сходила к гадалке, гадалка наговорила. Вот, и вот эту вот информацию, она ему вливала достаточно долгое время, а он в это все верил. То есть по разговору я понимала, что он не верит. Там были такие слова «И что, она меня бросит?» «Да, бросит». «Как, вот она с соседом уедет?» «И детей бросит?» «И детей бросит?» «И мать бросит?» «И мать бросит?» Ну, то есть вот такие моменты там были. Я не говорю, что там Оксана это виновница всех наших бед, нет. Но, тем не менее, она какой-то свой вклад в это внесла, в его воспаленное сознание, в его буйную фантазию по поводу меня. Однажды произошла ситуация, которая могла бы повернуть эту историю совсем в другом направлении. Марина узнала, что муж решил бросить ее и вообще уехать из города. Но для этого ему нужны были деньги. Та машина, которая у нас была в кредите, кредит был на мне, в 2018 году в декабре он ее продал в тайне от меня. Я выплачивала за нее кредит, он продал машину в тайне от меня за какой-то вообще абсолютно бесценок, как я выяснила потом. Зачем он это сделал? Он хотел уехать в Барнаул вот к этой Коксане. Купил билеты на самолет, я их тоже нашла на почте. Хотел продать прицеп, который стоял у нас во дворе, а прицеп это по факту и не его, и не мой, это покупала нам наша мама. Я вроде как и обрадовалась, что он уезжает, да, то есть, ну, мне нужна была. Да пусть бы и уехал, в общем-то, как показали события. Ну, вот тут у меня почему-то сработала моя жаба внутренняя, за этот прицеп. Я сказала, что ты едь куда хочешь, но прицеп я тебе не отдам, потому что его покупала моя мама. Вот, и там вещи еще лежали. Ну, в общем, я закусилась за этот прицеп. Вот надо было оно мне, но я закусилась. А еще деньги за машину. Ну, у меня был доступ в его банковские там карты, да, у нас вообще в принципе никогда друг друга никаких секретов не было. Я там могла в его банк зайти, там, перевести либо ему деньги, либо себе деньги. В общем, я зашла в его банковскую карту и перевела все деньги за машину, потому что у меня подходил платеж по кредиту. Он за 80 продал этот автомобиль, который стоит в три раза дороже, зачем-то продал его за 80 тысяч. В общем, я ему оставила там тысяч 10 или 20 на дорожку, чтобы он уже поедет не с пустыми руками, подарки же надо везти. И вот его это закусило, что я оставила его без денег, и он решил никуда не ехать. Ну, то есть это была моя роковая ошибка. вот он решил никуда не ехать и не поехал никуда к Оксане. Потом говорил, вот когда я уже устроилась на работу, говорил, спасибо тебе, что ты меня отвела от этого шага, что я к Оксане не хотел ехать, она вообще такая-секая-расекая. Ну, в общем, вот это вот его любимое начал оскорблять ее, и с ней в разговоре оскорбляет меня, со мной в разговоре ее. И вот Марина и человек, который ее спас от озверевшего мужа, не меньше сорока минут ждали на трассе скорую и полицию. И дальше Марину наконец увезли в больницу, и там она снова ждала помощи. По ее ощущениям, прошло часа два. А потом пришли доктора и пытались мне вправить глазное яблоко на место. Это делали под местной анестезией, но меня местная анестезия почему-то не брала, мне было жутко больно. Я кричала, просила усыпить, и говорю меня, ну, сделайте под общий наркоз. В общем, мне сделали общий наркоз, вызвали там лора, лор шил мне ухо, врачи мне вставляли глазное яблоко на место. Марина, еще момент один. Что у вас с носом? Ой, с носом, когда я поступила в больницу, вроде как там что-то сделали, то ли рентген, то ли что, я не помню, что вообще, в принципе, делали какие-то обследования с носом, но нос у меня оказался сломанный. У этого не было указано в экспертизе, потому что не были проведены соответствующие обследования. На следующий день мне сделали определенные тесты. Этот глаз у меня тоже не видел, только очертания, потому что он вдавленный вовнутрь был. Сделали тесты и сказали, что, к сожалению, там все нервы, ну, когда он вырвал глаз, он повредил все нервы, и орган уже все, мертвый. А вот, его только удалять. 10 числа мне сделали операцию, удалили глаз. Этот глаз спасли, зрение вернулось. Слава Богу, спасибо врачам. Там дальше прилетела моя сестра. Я очень благодарна, что она прилетела, потому что тут же налетели, ну, как, не налетели, да, определенные инстанции, там, опека пришла проверять, ну, то есть, отец в тюрьме, мать непонятно, в каком состоянии, пятеро детей. И она прилетела, там, все это, вот эти, все эти проблемы разруливала. Дней 10, по-моему, я пролежала в больнице, и все, меня выписали с больницы. И, ну, это было тяжелое время. Я не впадала ни в какую депрессию, я понимала, что если, ну, я впаду в депрессию, там, у меня пятеро детей, понятно, что там есть близкие родственники, но, тем не менее, я им сейчас как никогда нужна. Мальчишкам было на тот момент 14-15 лет, старшим, ну, это был такой сложный пубертатный период, и еще вот вся вот эта история, ситуация для них далась очень сложно. Среднему на тот момент было 7-8 лет, а вот и эти два малыша 3 годика и Евочка, там, да, вот год и месяц, и год и три месяца. Сестра приезжала ко мне каждый день, она привозила там старших сыновей, она показывала мне там фотографии, записочки всякие передавала, что все меня очень любят и ждут, и, ну, вот именно это меня и вытащило, потому что я понимала, что вот они дети, они меня ждут, ну, им нужна мама. Первое время было тяжело, это были жуткие головные боли, мой организм не понимал, да, очень сложно там перестроиться на монозрение, мой организм не понимал, что происходит, у меня раскалывалась голова, я врезалась во все подряд, да, потому что я там потеряла один глаз, мир сузился ровно наполовину, и мне было сложно там, в сумерках я могла споткнуться, я не могла рассчитать правильно расстояние до предметов, там, до стены, могла рано завернуть и врубиться в угол, ну, в общем, были вот такие проблемы. Ну, и потом начались вот эти вот долгие судебные тяжбы, постоянные суды, постоянные заседания. Так, и что суды? Суды очень долго шли, год он провел в СИДО, пока шли эти все суды, каждый раз это было тоже испытание, потому что зал заседания, он как маленькая комнатка был, и он постоянно, мне приходилось там, буквально на вытянутой руке находиться с ним рядом. Только вот в тот момент я думала, ну, господи, ну, как хорошо, что это правый глаз, потому что все время справа сидела, я его не видела. На суде он настаивал на состоянии аффекта, но состояние аффекта не подтвердилось, его обследовали, месяц он пролежал в психиатрической больнице, и состояния аффекта никакого не было. Но его как, признали вменяемым, в принципе, или там такое не проверяли? То есть вообще весь его посыл выглядит как психическое заболевание. Его обнаружили или не обнаружили? Нет, его не обнаружили. Там были какие-то отсылки на то, что человек может проявлять агрессию, что человек не допускает какого-то мнения окружающих, у него всегда только свое мнение, на котором он настаивает до конца, и в связи с этим он может проявить агрессию. Но при этом написано, что никаких психических отклонений заболеваний не найдено. Ну и состояние аффекта тоже не подтвердилось. Когда Евгений на суде очень уверенно и обстоятельно рассказал о причинах, которые разбудили в нем зверя, все просто недоумевали. А Евгению эти причины казались очень убедительными. Триггер на корпоративе, как он объяснял на суде для него был то, что мы играли в какую-то настольную игру, я выигрывала, и один из коллег сказал, Марина в разнос пошла. Ну, то есть он имел в виду, что я выигрываю, да, я там все фишки сгребаю, а он это понял, как Марина в разнос пошла, что Марина ему там со всеми подряд изменяет. Ну, вот как-то по-своему интерпретировал вот эту фразу, и все, она засела у него в голове. Его судья спрашивает, ну, вот факты, вы говорите про факты, какие факты, например, вот скажите, какие факты? Он говорит, ну, там все было понятно на корпоративе, когда вот жарили шашлык, ее директор вот так вот сказал, Марина, положи мне шашлык вот сюда, вот так вот раскладывает перед ней этот лаваш, а она вот этот шашлык вот так вот вкладывает в лаваш. В зале судья такое умолчание, понятно, что никто ничего не понял, только вот он понимает, что это такое вот. То есть он вот все вот какие-то свои, мои действия, все превращало в какую-то пошлость. И он сам искренне верил, что это вот то, что вот только что он произнес, это факт измены. Либо там на 23 февраля мы директору подарили сувенир такой антистресс, вот шарики так вот с одной стороны кидаешь, и они вот так вот бегают, стучат друг об друга. А он это тоже озвучил на суде, говорит, подарок она ему подарила, вот так вот шарик, вот так вот делаешь, а он туда-сюда, а сзади-спереди. Ну то есть понятно, что нормальные люди, когда вот слушают, слышат это, да, не считают, что с головой у человека не все в порядке, а для него это вот, он в это верил, то есть вот для него это все факты моей измены. Знаете, вот суды, как мне сказала моя подруга, да, ты говорит, вот зачем ходишь там в очках на суды, либо там, ну все время в очках находишься, ты вот выглядишь такая ухоженная, красивая, вроде как, вроде как по тебе и не скажешь, что что-то случилось, да, ты хоть бы глаз вытащила, я не знаю, судье показала, чтобы он прочувствовал всю серьезность ситуации. Он говорил эти гадости постоянно на суде, он даже на суде отказывался от своих детей, то есть вот он говорил, вот старший точно мой, потому что перед смертью его мама царство небесное сказала, ой, Женечка, Саша, вылитый ты, то есть к нему, к старшему вообще претензий никаких не было, Ева, естественно, его, потому что он тест ДНК сделал, успел, а вот эти, значит, трое не мои. Хотя, когда я наводила дом в порядок, разбирала там его вещи, убирала, я увидела конверт с там биоматериалами, ну там палочки ушные, волосы, видимо, он еще на троих детей хотел сделать тест ДНК, но не успел. А какой приговор был? Приговор, вообще, мы пытались с адвокатом добиться на статью 105, по-моему, да, это на покушение на убийство, потому что, ну, он меня убивал, если бы вот не Михаил, он бы меня однозначно убил, ну, то есть он мне проговорил, что я тебя убиваю, я тебя сейчас убью. Но мы не доказали, ну, то есть не получилось. Нам отказали в переквалификации статьи, а потом мы пытались переквалифицировать эту статью на более тяжкую, это 111, нанесение тяжких особо жестоким способом. Нам тоже отказали, как следователь мне сказала, что это был... Как это так? Следователь сказала, это был не особо жестокий способ. Я говорю, ну, то есть человек вырвал глаз, откусил ухо, это не жестокий способ, да, считается. Она говорит, нет, ведь у него в руках не было орудия никакого, он же это делал руками, без применения оружия, ну, то есть тоже отказали. В итоге статья была нанесение тяжких просто и угроза покушения на убийство. Это когда человек говорит, я тебя убью, а другой верит, да, по этой статье максимальный срок 2 года. 2 года? Да, это угроза убийством. Это когда вот тебя озвучивают, и ты веришь. В итоге, по совокупности этих статей ему дали 5 лет, 5 месяцев. Из них он год провел в СИЗО, засчитали там год за полтора. Ну, и в 2024 году, в апреле, он должен был уже выйти на свободу. А что вы думали, пока он был в колонии? Что вы думали? Вот он выйдет и... Ну, да, я волновалась очень сильно, потому что это не тот человек, который там может раскаяться, да, он звонил мне из тюрьмы и открытым текстом говорил, что я приеду, вам не сдобровать там. Ну, вот открытым текстом были угрозы в сторону меня и детей. Потом он начал говорить, что он приедет, и там, если я его не пущу в дом, то он там на свою долю, у него была доля в доме, заселит там много каких-нибудь людей, маргинальных личностей, которые не дадут нам житья с детьми. То есть никакого раскаяния не было абсолютно. Он говорил, ну, я же тебя предупреждал, что прекращай, а ты не прекратила, вот, пожалуйста, вот довела меня до такого состояния. А его лишили родительских прав? Знаете, после того, как он мне озвучивал все угрозы, да, вот эти вот, я начала думать, как оградить себя и детей от этого, да, я начала искать способы и, ну, и придумала, да, способ. Ну, во-первых, он и детям озвучивал, что он не их отец, мама у вас там нагуляла, ну, значит, если он не отец, надо лишить его родительских прав, все логично. Но самая главная задача была мне как-то обезопасить себя и детей от его присутствия. А лишение родительских прав, да, в этом не помогает. Он не может проживать на одной территории с несовершеннолетними детьми. Я его лишила родительских прав, он уже не может проживать на этой территории. Это был тоже долгий процесс. Но я со своей стороны подключила опеку, я подключила администрацию, там, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по правам человека, я подключила школу, то есть, вызывали учителей, вызывали там опеку, вот, я всех подключила, сделала все для того, чтобы, ну, все получилось. И все получилось. Ну, в августе, я уже, я всегда так получил, ну, что, я не могу сказать, не только за мной, ну, прошу вас, здесь не мешает, я всегда, я оправдаю свое консорство при выходе, если, 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 но я хочу сказать еще, Лен, один момент, у меня уже не было финансовых средств на, ну, адвоката, да, и тут мне помог, вот, консорском женских дел, то есть, я связалась с Маргаритой Грачевой, она рассказала историю мою, Мари Довтян, адвокату своему, и Мари Довтян позвонила мне и сказала, что они мне будут помогать с лишением родительских прав, и вот только благодаря им получилось его лишить родительских прав. А что Евгений? А Евгений так и звонил мне периодически, никакого раскаяния не было. Я отслеживала его нахождение в колонии тем, что, ну, я же подала, да, на алименты, и какая-то там 80 рублей, иногда 60 рублей в месяц мне падала. Ну, то есть, он там работал, видимо, и вот какая-то часть с его заработком мне падала в счет алиментов или в счет этого иска, который ему присудили. Ему присудили миллион 80, в счет материального и морального возмещения. А в 2023 году, в сентябре, прекратились выплаты. Я начала волноваться, я подумала, что, возможно, он вышел по УДО. Я начала делать запрос, чтобы они сделали запрос в колонию, где он, что с ним, потому что я начала переживать, что он вышел, и где-то вот, и тут мне, знаешь, то знакомая позвонит, говорит, я видел, у тебя там Женя не вышел, потому что я видела очень сильно похожего человека. В итоге я узнала, что он сидит, он на месте, все хорошо. В январе я почему-то опять начала эту тему подняла, потому что деньги до сих пор не поступали никакие, я начала опять волноваться. В итоге в январе также позвонили, уточнили информацию, сказали, что все на месте, все сидит, отбывает наказание. Далее в мае мне позвонил вот Геннадий, тот друг семьи, и сказал, что Скорплюка убили. Я говорю, как убили? Я говорю, какие-то подробности в колонии убили, или что? Он говорит, ничего не знаю. В итоге опять я там позвонила по знакомым, выяснили, что в январе его этапировали, но этапировали, куда никто не сказал, но я так поняла, что он ушел на СВО. Ну, и так и получилось, что в январе он ушел на СВО, подписал контракт с ЧВК Вегнер, ушел на СВО. В мае, получается, он попал в зону боевых действий под Бахмутом, Артемовск, вот, и в апреле он погиб. 22 апреля он погиб. Прямое попадание в голову, в общем, он погиб. В начале мая мне об этом сообщили, и сказали, что 20 мая его будут хоронить в Большевиче, это Омская область, где живут его родственники, и где похоронена его мама. Это апрель какого года? 23-го года это было. Ему оставалось вот буквально год до сидеть, и он бы вышел. Ну, вот он решил пойти на СВО, вот случилось то, что случилось. Какие ваши чувства? Что вы почувствовали, когда вы узнали, что он погиб? Я не почувствовала радости. Ну, то есть, это странно, наверное, там, радоваться смерти какого-то другого человека. Радости у меня не было. Но при этом я почувствовала облегчение, потому что я поняла, что мне теперь нечего бояться. И вот знаете, как мне сказал сын, один из сыновей, сказал, мне очень жаль, что так с ним произошло, но я, говорит, чувствую облегчение. Нам теперь нечего бояться, потому что он очень сильно переживал, он боялся, он боялся очень сильно за меня, за детей. Все время спрашивал, мам, когда он выйдет, мы что будем делать? Нам нужно что-то делать. Может быть, мы переедем куда-то. Не почувствовала я радости, но жить стало легче, дышать стало свободнее. Как вообще дети, как вы им вообще сообщили о том, что случилось, когда это случилось, и как они стали относиться к отцу, и как они восприняли его гибель? Ну, все вот, пятеро. Маленькие, были слишком еще маленькие, они не понимали, что происходит. Мама попала в больницу, мама заболела. Старший у меня мальчик, достаточно такой спокойный, невозмутимый тип, можно сказать, у него очень крепкая психика. Но второй, он все время как-то ближе ко мне был, в плане того, что он все время за меня очень сильно переживал, он все время, когда мы ссорились, он вставал передо мной, между нами, чтобы отец ничего не сделал, он все время пытался его успокоить, он все время там грудью меня защищал, и все время переживал очень сильно все эти моменты. И я за него сильно переживала, потому что он очень чувствительный был ребенок. И это прям на нем сказалась вся ситуация, когда ему сообщили, что случилось, он просто об стену в кровь разбил себе кулаки, у него была истерика, он плакал очень сильно, ну, прям тяжко ему было. Но мы с ним тоже это пережили все, мы с ним много разговаривали, много обсуждали, и когда он узнал о гибели, он сказал, мне все равно горько, что так произошло, потому что я помню наше детство, а детство было у нас замечательное. Понятно, что то, что он совершил, он нам не отец, но тем не менее мне горько. Ну, жить стало свободнее, он говорит, я теперь спокойна за тебя, я теперь могу там уехать в другой город, если мне понадобится, спокойно тебя оставить, вот, и не буду за тебя бояться. Средний сын Владик, ему сейчас 13 лет, на тот момент ему было сколько, 8, да, 7-8, он сказал, ну, погиб, ну, что ж теперь, погиб, погиб. Старший сын сказал, что, мам, ну, для меня, мой отец умер в 2019 году, 8 мая, когда он совершил это преступление, для меня он умер еще тогда, поэтому у меня никаких там сожалений и чувств в твое известие не возникает. Я им сказала, что Саша у меня живет в Новосибирске, это вот рядом с Большеречием, я сказала, что если у тебя есть потребность съездить на похороны, я тебе все организую, то есть я была не против, ну, то есть вдруг у него появилась бы такая, да, потребность. Он говорит, нет, мам, ну, это лишнее, я не собираюсь ехать ни на какие похороны, для меня отец давно умер. Второй старший тоже сказал, мам, нет, даже если бы хоронили его на соседней улице, я бы не пошел. Это их право, их выбор. Но если бы они по-другому решили, я бы их полностью поддержала. Он оставил свои выплаты детям? Нет, он не оставил, он когда... Я не очень точно знаю, но если не ошибаюсь, что если убивают наемника, по-моему, в частной военной компании, я, в общем, точно не знаю, там есть выплаты какие-то приличные. Да, есть выплаты, там порядка 7 миллионов или 5 миллионов, не знаю. Нет, он когда подписывал контракт с ЧВК Вагнер, они пишут, это не завещание, это волеизъявление называется, да, последняя воля. Они пишут, там, которому, там, в случае его смерти, гибели, там, этот человек получает все награды, выплаты, все документы, вот, ну, то есть, право на захоронение, вот, он написал этого человека. Короче, этот человек оказался его двоюродная сестра Татьяна, которая жила в Большерече. Вообще, у меня с его родственниками были всегда прекрасные отношения, они меня очень любили, мы ездили к ним все время в Большерече, там, с ночевой, проводили с ними время, ну, очень часто мы с ними общались. После случившегося, вот, когда все произошло, они перестали со мной общаться. Когда приехала в больницу моя сестра, она позвонила Тане, вот этой сестре, объяснила, что произошло. Первая, первая ее фраза была такова, вы посадили моего брата в тюрьму. Ольга, моя сестра, говорит, ты вообще слышала, что произошло? Ты слышала, что он сделал? Ну, ты, может быть, не понимаешь? И тогда она сказала, ладно, все, я поняла, но, тем не менее, своих племянников я буду всегда поддерживать, я они, там, буду все время на связи. С тех пор я о них ничего не слышала, ничего не видела, не слышала. То есть они никак не проявляли интерес к моей семье, к детям, к своим, там, племянникам, внукам. Что же было потом? Я занималась своим здоровьем, да, то есть я перенесла много операций, я пыталась там сделать себе ухо, реконструкцию уха, ничего не получилось. Я ездила в Москву, летала на операции, в Москве у меня было две операции по выправлению глазного яблока, постоянно глаз западал, при этом, при всем мне нужно было летать постоянно в Москву, потому что если какая-то операция на глазу, да, то это отек, и, соответственно, протез нужно менять. Протезы индивидуальные у нас делают только в Москве, и поэтому вообще протез нужно менять раз в два года. Ну, то есть вот сейчас надо менять протез, это нужно опять лететь в Москву, мне сейчас совершенно не до этого, уже, по-моему, год назад мне надо было его поменять, но не поменяла еще пока. Так, Марина, финалочка. Как вы живете? Ну, как живу? Живу, как все, полностью там в кредитах ужасных. Ну, во-первых, у меня не закончились кредиты еще с того момента, да, потому что это там кредит за машину, который я там плачу до сих пор, он у меня, конечно, перерос из машины, там мне докинул банк до забора, в общем, до ремонта дома, ну, там, забор поставить, эти ворота, в общем, кредиты еще, те, которые кредиты на нем были. Живу, работаю, тяну детей, пятеро детей, Сашка у меня в Новосибирске, там тоже определенные финансы приходится туда вкладывать, как все в кредитах. Лев, давай ко мне. Какой ты молодец, так же отлично получается. Молодец, теперь давай туда идти, туда. Далеко? Да, далеко. Смотри! Не торопись, не торопись. Ой, бух! Я не боюсь. Конечно, ты весь защищен. Я убежать. Доча, там дорога. У вас есть мужчина? Нет, нет, вы знаете, у меня сейчас столько задач в жизни, что мне вот, ну, совершенно не до каких-то отношений. Но и еще, наверное, момент доверия все-таки, да, остался непроработанным. Ну, и мне сейчас, если честно, не до этого. У меня сейчас очень много задач, которые нужно разруливать. Дети, школы, высшие учебные заведения, репетиторы, вот, эти секции спортивные. Поэтому сейчас не до этого. Ну, вы можете сказать, что вы пережили этот опыт? Все. Дальше живем, адаптировавшись к новым условиям? Нет, конечно, в любом случае, да, я пережила этот опыт. Понимаете, если бы какие-то вот эти вот необратимые процессы, да, в моем организме, изменения внешние, если бы не они, я бы, может быть, уже все это и забыла, все это уже пережила, я забыла. Но то, что случилось, я вижу каждый день в зеркале, да, и, естественно, я этим недовольна, то есть, там, своей внешностью на данный момент, своими проблемами со здоровьем, я недовольна, и это никуда не денется. А очень много еще нужно там финансов для того, чтобы исправлять все это. А так в моральном плане, ну, бывают горькие моменты, когда я вспоминаю. Но в целом, я же говорю, я настолько загруженный человек какими-то задачами, да, бытовыми, насущными, детскими, что мне некогда хандрить. То есть, дети дают мне повод жить там дальше, крутиться, жить, выживать. И некогда мне, в общем, впадать в депрессию, там, вспоминать, хандрить. Некогда. Алик, в небо улети, и мечты мои возьми. Все вернется во стукрат, буду ждать я результат. Отпускаем! У-у-у! Отпускаем! Лева, ты такой. Субтитры создавал DimaTorzok